Икс Фреша в атаке. Ну, троечку, если заберут, то будет нормально. Меньше трех это уже будет прям плохо. Ну, с такой агрессией, с таким стилем игры, которую они показали нам на карте Люкс Виль, то парни здесь вполне могут задавать жару и брать не то что три, а может и четыре, а то и пять раундов. Но опять же, смотря с каким отпором они встретятся от команды Эссенс. Мы делали на Эссенсов довольно неплохие ставки, также на Люксе, но парни там не оправдали наших ожиданий. Посмотрим, может быть, здесь как-то они выстрелят и действительно будут давать отпор своему сопернику. Но хочется, конечно же, нам это с вами увидеть, а то как-то изи 2-0 по картам было бы обидно. Согласен с тобой. Надо здесь команде Эссенс выигрывать эту карту, переводить все на третью. Ну и на третью уже там мордобой устраивает очень жесткий. Ну что, в обороне Эссенсы, Экс Фрэш, что будут делать первым раундом. Выход сразу же на мидл, ну а Эссенсы первый раунд не решились на выжим центральной части карты. И, кстати, Повчка уже влетает под первый этаж, забирает здесь джампер и остается только Стэнфорд, по-моему, здесь. Нет, халст, еще приходит на хелпу, Фитонях, Фитонях, да ладно! Экс Фрэши вроде как должны были забирать первый этаж, но там очень грамотно своевременная хелпа от Эссенсов пришла. Смотрим далее на следующий раунд. Кома все-таки дал минус, но Кома очень хорошо отыграл, сейчас трипл килл оформил для своей команды. И я думаю, что Экс Фрэши должны сейчас немного задуматься на тему того, что стоит ли так агрессивно и нагло играть сейчас против своего соперника. Все-таки начинают встречать более жесткий отпор, парни, но выход опять же на лонг, закидали хаешками все пески и Лео находит минусы опять же по Коме. Хаст перетяжка, а Хаста хорошая пачка по Фитоняху, тем временем джампер будет халповать, здесь еще и Сишки, но пока что не удается. А нет, удается. Там очень хорошо Лео выходит, через мидл двоих забрал в спину, а Стэнфорд не прочекал этот момент и этот момент может стать сейчас таким, но неприятным для команды Эссенсов, потому что реально должны были забирать Торорал, там очень хорошо Хаст встречал, вообще Беплэнт хорошо встретили игроки команды Эссенсов, но не доглядели спину. Но это 1-1, не доглядели, проиграли. Браво. Но очень жесткий был прием от команды Эссенс, конечно, и парни уничтожали вообще одного за другим у команды Экспрэш. Я думал то, что Эссенсы возьмут уже 2-0 для себя с самого начала этой карты, но нет, Экспрэши смогли перевернуть все-таки исход предыдущего раунда и смеется под позиции Ланга. Закидали Хаешками опять же позиции Песков и теперь занимают уже площадь. Потти готовится воевать против Хаста, у него это прекрасно получается, есть первый минус и выход под верхний скафей и в считанные секунды провалилась вся оборона. И Фитонях просто на морозе выходит, забирая с первого этажа кому и Лев здесь, конечно, уже никуда не уйдет. Но хороший хэдшот ставит по Андрюше, еще четверых надо постараться задетектить в этом моменте. Ну и здесь Лео тоже по голове получает, Лев один в три, но вот так вот по одному сейчас могут полезть еще игроки команды Экспрэши и просто потом с Чупа-Чупсом провести оставшееся время в этой карте. Надо забирать им этот раунд, конечно, кровь из носа. Ну нет, этот раунд не берется. 2-1 пока что счет на табло, Экспрэши опять же после поражения на первом раунде очень сильно, так сказать, активизировались. Пошли топить своего соперника, просто летят вперед, это машины для убийств какие-то, их вообще ничего не останавливает. Соперник кидает хэшки, им все по барабану, парни летят вперед и теперь выход на Хаста. Но Хаст просто великолепен в этом случае, конечно, трипл килл оформляет для своей тимы и здесь Куза остался соло. И Хаста вот сейчас с радостью, я думаю, встретит, ну, Куза, ну Куза 34 хп, он должен погибать здесь, 13 и одна тысячечка по нему осталась, полетела хэшечка ему за спину. Но это будет установленный плент, скорее всего, на Б, дадут поставить, да, эссенции отдают, Б плент полностью. Ну что, 1 в 2, хотя ситуация была, по-моему, 4 в 2, но там Хаста хорошо принял кишку, во-первых, откинул гранаты под первый этаж, где вышли игроки команды X-Fresh, там один игрок подорвался, по-моему, в фитонях, двух их забрал в кишке и Лев там со спины с одним из них разобрался. Ну что, Хаст берет второй раунд для своей команды, квадрокилл от него и это 2-2. Ну что ж, пока что равный счет мы с вами видим, есть борьба все-таки от наших коллективов, но все же очень близки уже X-Fresh к тому, чтобы взять минимум на первой половине, ну и посмотрим, как же они все-таки будут отыгрывать в дальнейшем. Но пока что на нервах соперника поиграть у них получается очень неплохо. Выход на лонг, полетели Хаешки под пески, опять же здесь Лев вместе с Комой могут отправиться отдыхать, но все происходит с точностью наоборот. От Кома Хаешка под фитоняха, есть интерфрак, тем временем поутик занимает уже пески, и Кома ставит ему также тэкшот. 3 в 5 начинают поиграть у нас в фасе команды X-Fresh, но от левой есть размер. Так, ну и на длине два игрока оказались крайне ненужными, а джампер-то какую хорошую позицию занимает, сейчас Андрюша и Куза скорее всего отправятся отдыхать. Да, первый пошел, и второй следом же за ним должен сейчас падать. Да, так и есть, это 3-2. Эссенция впервые в этой встрече выходит вперед, посредством вот этой хорошей приемки длины. Но, заберут ли четверку, надо конечно им здесь увеличивать и увеличивать свое преимущество, желательно до 6-7 раундов. Ну, Андрюша тем временем уже занимает площадь, и к нему протягиваются тиммейты от Хаста. Овенбраг Куза также потерял очень много процентов здоровья, 26 это у него остается, но пока что X-Fresh ему удается удерживать площадь. Поутик играет очень агрессивно через мид, перестреливает Хаста, и ситуация 4 в 4. Но надо находить еще хотя бы минус, а то и 2 команды X-Fresh, что-то таки один игрок рыдовый, и в преимуществом по холсбару у нас находятся бойцы команды эссенс, но вот теперь уже кому подрейдили, выход под бессайт, и лев уже готовится к нему. Лев погибает от поутика, а там опять в спину лево будет выходить. И опять в спину, но сейчас-то Стэнфорд должен прочекать. Да, чекает, есть хэдшот, но вот так вот и должно было все закончиться в третьем раунде этого матча. Ну и 4-2 эссенсы начинают набирать наконец-таки преимущество. Заберут ли пятый? Надо бы. Надо бы и не только пятый, и шестой, и седьмой в идеале для команды эссенс. Но здесь X-Fresh уже ломятся под кафе. Джампер готовится принимать вместе со Стэнфордом. Бокик будет помогать. 28% здоровья у него остается. Проспали кишку. Выход под аплейнт уже имеется. Фитонях оформляет даблки. Лотком и был один минус. Но там Джампер выходит за спину. Кома все-таки зачищает весь аплейнт. 3-2 для X-Fresh, но это вполне играбельно. С учетом того, что X-Fresh сейчас в фуловом состоянии находятся. Но надо действовать сообща. Пойдут на длину, скорее всего. Лево уже там. Да, B-план, кстати, абсолютно голый. Но на самом деле X-Fresh могли так вот одного игрока отправить под кишку. Он бы пропушил. Вся оборона бы с B стянулась на A. Как сейчас, собственно говоря, мы видим, что два игрока, которые играют на B, они уже на A сидят. И остальные четыре могли бы ну или хотя бы три зайти на B. Лево абсолютно пустое. Поставить бомбу и все, что угодно могли сделать. Фейканули. Фейканули. Смещается Лево через перемычку вместе с Комой. А здесь уже через первый этаж выходит. Лево. Лево ставит хэдшот. Оставляю Кому 1 в 2. Ну что же, Кома. Your time. А он идет, он идет через мид, а лево его зачекал. Ну и там уже Андрюш ему помогал. Все-таки третий раунд для команды X-Fresh у нас имеется. Один раунд преимущества у эстренсов. Смогут ли они его удержать и продолжить в том же духе первую половину. Забрать два раунда. Или же все-таки X-Fresh возьмут четвертую для себя. Опять же упор у нас делается под площадь. Полетели хаешки вверх-вниз кафе. Но пока что кафе выбивать не решается X-Fresh. Опять через мид работает Суза. И полтик уже врывается все-таки в кафе. Ну и там моментально зачистили все помещение. Да, ну что, остаются Лево и Фитоняк вдвоем. Там, кстати, Лев со спины идет. Ой, а льва зачекают. Просто в прыжке хэдшот. И Хаст остается последний. Аук в руках. Патрон в облаках. И все. Хаст, походу, здесь уже никуда не уходит. Понятное дело, что там Фитоняк будет ставить Б-плент. И никуда здесь Хаста уже не отпустит. Ну и Лево. Лево, Лево, Лево. Видит пленту Хаста. И Хаст здесь, по сути, уже никуда не уйдет. Ну да. Лево его добивает. Много раундов отдали. Эссенс. Очень много. То есть, если даже они сейчас пятый берут. Мне кажется, это особо ничего не изменит. Так кардинально для команды Эссенс. В обороне Экс Фрэши будут также чувствовать себя довольно нагло. Парни будут вылетать, я более чем уверен, под площадь. Занимать блонг, кафе. И просто не давать своему сопернику продохнуть, как они это делают сейчас в атаке. Но пока что без опен фрагов у нас идет раунд. Очень неплохо. Пока что жив и вполне может воевать. Кома встречает длину. Забирает первого. Минус поутик. Там же Лев должен прийти на хелп пуль. Вас спалили. Но вот Хаешечку бы на тройку не мешало отдать команде Экс Фрэши. Втроем за машиной стоят. Встречают Кома. Но Кома зря пикнул в соло. Ну и там пошли размены. Хас уже сюда приходит также. Ну что, три игрока здесь у команды Эссенс. Джампер забирает Фитоняху. Но Андрюша здесь тоже вряд ли куда-то уйдет. Хотя к нему на хелпу приходит уже и Лео. Чисто в теории вдвоем они длину могут раскидать. Но там со спины может прийти Стэнфорд. И если он парнем сможет зайти все-таки, то... И они его не зачекают первым делом. Будут проблемы. Но пока что принимает решение все-таки уйти под девятку. Далее скорее всего занимать кафе. Они идут прямо к Стэнфорду. А у Стэнфорда 51% здоровья. Может сыграть на голову. Да и в принципе довольно... Ну не то, что она не стандартная. Она, наверное, неожиданная позиция. Очень редко сюда кто садится. И... Он слышит. Он прекрасно слышит шифт сейчас. И Стэнфорд прием. Есть минус по леву. Отлично. Ну и Андрюша попробует отомстить. Наверное, за своего тиммейта отомстил. Он слышал еще там лишь джампера. Джампера здесь погибать нельзя вообще никак. И джампер забирает все-таки Андрюшу. 5-4. Первая половина. С минимальным преимуществом уходит в команде Эссенс. Тяжело придется парням сейчас. Продолжение следует... Так, ну что, вторая половина стартует прямо сейчас у нас. Давайте посмотрим. Как ее парни проведут. У Эссенсов один всего лишь раунд преимущества. Будучи в атаке. Хотя они могут и в атаке попробовать сейчас выстрелить. Ни в коем случае. Не исключаем. Это вероятность. Ну а Ленина, кстати, не идут выжимать эксфреш. Эссенсов уже, кстати, на быстрых таймингах занимают мидл. И здесь выходит чекать Куза. Дает информацию о том, что это никакая не закрытая в исполнении атаки, а аж целая открытая. Ну что? Пока без минусов. Я более чем удивлен сейчас такими действиями команды Эссенсов. Я был неправ, признаю. Все-таки либо эксфреши просто не успели занять, либо они даже не собирались этого делать. Но опять же, выход под кафе у нас готовится от Эссенсов. Заход. И здесь Куза играет на сэве. Падает кома. Джампер разменивается. Но сюда же подтягивается Андрюша, который перестреливает своих соперников. Даблкил в его исполнении. Лео также поддержал хедшотом по хасту. И Лео добивает Льва. Еще один раунд для команды Эксфреш. 5-5. Равенство достигает все-таки парни сейчас в счете. Ну и посмотрим, так ли у нас пройдет вся вторая половина. Или же все-таки Эссенсы будут огрызаться. Пошли выжимать сразу же все-таки Эксфреши своих соперников в следующем же раунде. И уже Кузанов оформляет энтрефраг по Льву. Получи и распишись. Ну что же. В четвером теперь атаку у нас не дают им выйти ни в коем случае. Из-под Т-спаун. Раз уже защемили, то щемит их до конца. В питаниях под девяткой сидит с улажками. Полтик в упоре при выходе на мидл с улажками. Ну и тяжелая ситуация для команды Эссенс сейчас. Выход на длину. Интересно. Самых Андрюшек будет закрывать. И есть первый минус. Но джампер разменивается. Тем временем уже перетяжка от Лео. Вместе с Полтиком. Так что позиции Б плейнта по-прежнему остаются под контролем команды Эксфреш. Но там Хаста. Хаста про... И есть минус от Лео. Джампер разменивается. Пойдет через пески. А здесь Лео должен его принимать. Но Лео пока что его не слышал. Но по нему информация имеется. 9 хп у Джампер остается. Но хэдшот был реально классный. И Фитонях вместе с Кузой. Вдвоем против двоих. Стэнфорд. 78 хп видит Фитонях. Фитонях должен его здесь забирать вообще без шансов. С уашками. Там уже Куза со спины идет. Фитонях разбирается с одним. И Джампер в 9 хп. На счетчики Хеллсбара. И... Тяжело. Тяжело. Сейчас придется к Джамперу. Надо ставить бомбу. Он это прекрасно понимает. Но... Два игрока в Камбе Эксфреш. Там уже Фитонях принимает с Лангал. Уже все. Уже по нему есть информация. Его сейчас просто должны закрывать со всех сторон. И просто не выпускать. Но Джампер делает вид, что он ушел. Сейчас железо. Но Фитонях его догоняет. Вообще Джампер сейчас выкладывается один за всю свою тиму. Четыре фрага он сделал. Далее команда его никак не поддерживает. Это не может нас не огорчать. Надо, чтобы Эссенции уже помогали своему тиммейту. Таешки полетели на площадь. Но все-таки Хэдши это не останавливает. Они ее спокойно занимают. Это там вновь выход на лонг. Да, и сейчас полетят прокиды, прогрены. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поутик, что ж ты вытворяешь? Кома только сейчас делает размин. Но Фитонях моментально балансирует предыдущее преимущество. И сейчас Стэнфорд абсолютно беспомощен. Саугом. Четыре игрока его просто идут. И забивают битами. Не знаю чем угодно. Это 7-5. Пока что Эссенсы в атаке абсолютно ничего показать не могут. Увы. Увы, это так. Полетели опять же Хэшки под заход на площадь. Уже сдерживая четверых игроков под Т-спаном. Один Кома находится сейчас под лонгом. Но опять же, если Андрюша принял хотя бы от грузовика, то Кома уже имел бы огромные проблемы или бы устраивал эти проблемы соперника. От него есть минус. Андрюша разминивается. И лонг опять же полностью отлетает. У команды Эссенсы уже вдвоем остались. Ну, по всем фронтам поражали. И при этом делать фраги команде Экс Фрэш вообще никакого туда не составляет. Да, без шансов. 8-5 Экс Фрэш просто идут и выдавливают как зубную пасту из тюбика своего соперника. Не давая ни малейшего шанса вернуться в эту игру. Ну, если заберут 9-й, то я думаю, здесь так или иначе уже в команде Эссенсы стараться можно будет. Но Эссенсы вряд ли. Ой-ой-ой, Лео что поставил сейчас Леву? Фитонях пойдет выжимать. Есть размены по Хелсбарам. Но минус пока нет. Но Кузо вешает какой-то нереальный хэдшот по Хасту. Стэнфорд размен. И это 3-3. Ну, не знаю. Здесь очень стильно подрейдели Кому и Джампера. Причем у команды Экс Фрэш по-прежнему все трое игроков. Фуловый джампер с лошками пытается на дальнюю дистанцию играть. Сейчас под площадью. Насколько это верное решение. Не возьмусь утверждать. Но там уже фитонях идет. Аркадий Кмидл. Доблкил в его исполнении. Поутик спокойно засейвил своего тиммейта при дропе с моста на площадь. И это еще один раунд для команды Экс Фрэш. Уже девяточка. Ну и я так понимаю, это уже приплыли. Это похоже на оконцовку этой встречи. Есть размены. У фитонях, кстати, очень большие проблемы с хелсбаром. Ну, эссенсы проснулись в момент, когда уже поздно, как говоря, уже спать-то. Лео на втором этаже еще сверостей. Стэдворд, такое ощущение, что в карте потерялся. Я не знаю. Андрюша, перестрелка с Хастом. Хаст уже в апленту. Лев здесь сидит, ждет из-под первого этажа Лео. И он его должен как-то ходить. Лео. Вообще больше потом ХП не потерял после первой перестрелки. И сейчас идут давить Хаста. Хаст устанавливает бомбу. И что? Один в два для него. Хаешечку все-таки смог миновать у нас. И дальше воюет через мидл. 82 хп, уже была информация по левому. Куда ты на питон-то? Вот она, недооценка соперника просто. Ай, ладно, все, мы уже выиграли. Пошел играться. Ну, возможно, конечно, патроны закончились. Но Хаст притащил еще один раунд. Шестой раунд в команде СС. И пока что парни остаются в этом противостоянии. Это молодость, это не опытность. Вот эти питончики. В конце это вообще не уважение к сопернику. Так бы против АОшек поиграть. Вот это другой разговор. А так-то... Джампер забирает сразу же Кузу. У нас идет размен от Лео. Но здесь на втором этаже также уже и Кома находится. Питание Ах тоже погибает. Но вот сейчас так-то смотри. 9-9, там третья карта. Икс-фреши проигрывают. И Лео там говорит, пацаны, простите. Ну, вот Полтик пока что ситуацию подправляет мальца. Ну и Полтик здесь вообще квадрокилл может сделать. Ну, у него еще была информация по Льву. Он его проводил, так сказать, свинцом под кафешку. Ну и выходит... 8-8 патронов-то! Ну, куда же ты идешь-то? Надо было как минимум поменять все-таки. Девайс надеялся добить. Добить этими 8 патронами. Но все-таки семерочка для команды Эсэнс имеется. Как-то парни очень поздно просыпаются. Что на люксе, что сейчас, опять же. Но посмотрим. От Полтика имеется опенфраг, падает джампер. Кома разменивается. Но здесь Каешки от Лео. Даблкил с Кае. Забей уже. Потерялся. Потерялся у нас Фитоняк сейчас. Но да ладно.